Заварной, белковый, творожный, сливочный, сметанный, лимонный, карамельный, кокосовый, с яблочным соком, с вареньем и даже постный на воде. Если ищете крем для торта, досмотрите это видео. Здесь сразу 15 рецептов. Кремы и для прослойки тортов, и для украшения. Это кухня наизнанку. Поехали! Самый простой сметанный крем. Достаточно смешать два ингредиента. Сметану и сахар. Все. Если нужен более густой крем, использую маленькую хитрость. Устанавливаю в кастрюлю сито и выкладываю сметану в несколько слоев марли. Или можно, как я, использовать старенькое кухонное полотенце. Убираю вот так в холодильник на 4-6 часов. Лишняя влага уйдет за это время. И можно добавлять сахарную пудру. Или сахар, не важно. Лучше немного взбить миксером. Тогда крем получается более воздушный. И смотрите, какой густой. Без всяких там загустителей. Сливочный крем со сгущенкой. 360 граммов размягченного сливочного масла взбиваю минут 5 примерно. Затем добавляю частями сахарную пудру с ванилином. И еще минут 5 взбиваю. Теперь сгущенка. 240 граммов. Продолжаю взбивать еще минутки 3. И все. Очень вкусный крем получается. И идеально подходит для любого бисквитного торта. Ставлю в холодильник минут на 15-20. Для пропитки бисквитных коржей всегда готовлю сироп. Иначе торт получится сухим. 80 граммов сахара и 100 миллилитров воды довожу до кипения. И отставляю. Когда сироп остынет, добавляю столовую ложку коньяка. Коржи хорошенько пропитываю подготовленным сиропом. И собираю торт. Этим же кремом можно и украсить торт. Все очень просто и при этом вкусно. Белковый заварной крем. Он, конечно, посложнее. Не у всех получается с первого раза. Но если знать несколько тонкостей, то все получится без проблем. Здесь мне понадобятся весы. Вначале отделяю белки от желтков. Готовить буду сегодня на 4 белка. Крема получается как раз, чтобы украсить тортик среднего размера. Белок одного яйца весит примерно 30 граммов. В итоге получается 120 граммов белков. Очень важно, чтобы к белкам не попал желток. Иначе есть вероятность, что крем не получится. Поэтому нужно сделать это аккуратненько. Белки отправляю в чашу миксера. Сюда же 1 четвертую чайной ложки соли. Все, миксер подготовила, но пока его не включаю. Отмеряю 320 граммов сахара и вливаю 80 миллилитров воды. То есть на 1 белок я беру 80 граммов сахара и 20 миллилитров воды. Ставлю емкость с сахаром и водой на средний огонь. С момента закипания отсчитываю 8 минут. Не перемешиваю. Просто наблюдаю, как красиво все это бурлит. Прошло 5 минут. Сироп еще кипит, но белки уже можно начинать взбивать. Включаю миксер, но не на самый максимум. У меня это примерно 6 из 8. Белки взбиваются и сироп уже готов. Добавляю лимонную кислоту. Примерно 1 третью чайной ложечки. Она придаст крему приятную кислинку. Белки взбиваются уже 3 минуты. Добавляю к белкам ванилин. И продолжая взбивать, вливаю тонкой струйкой горячий сироп. Очень-очень медленно вливаю. Крем постепенно увеличивается в объеме. Увеличиваю обороты миксера и продолжаю взбивать. По времени всегда по-разному. Сегодня мне понадобилось около 3 минут. Но нужно смотреть по крему. Я сейчас остановлю раньше. Хоть это, конечно, лучше не делать. Вот это крем еще не готов. Но уже почти. Конечно, можно понять и не выключая миксер. Крем начинает собираться вот такими комочками. Крем должен намотаться на венчик. Вот уже хорошо видно, что он загустел и стал плотным. Все нужно останавливать. Иначе можно и перевзбить. Вот что должно получиться. Воздушный, очень устойчивый крем. С помощью лопаточки снимаю с венчика. И можно украшать торт. Я сейчас выдавлю на блюдце немного крема. Вот такая елочка получилась. Отлично держит форму. И уже точно на торте такое украшение не поплывет. При желании такой крем можно покрасить. Для цветов это идеальный рецепт. Вернее, идеальные цветы получаются именно из этого крема. Такой крем, кстати, можно приготовить и без сахара. Все почти так же, только вместо сахара – аллюлоза. Нужна именно аллюлоза. С другими заменителями сахара пробовала – не получается. На своем канале в Телеграм я обязательно поделюсь этим рецептом. Ссылочка на канал под видео. Если вам интересны рецепты без сахара и пшеничной муки, присоединяйтесь. Мне часто задают вопросы, где найти эту аллюлозу или миндальную муку. Не проблема. Есть и в супермаркетах, но я чаще заказываю на маркетплейсах. Там дешевле. А чтобы еще сэкономить, я оплачиваю все покупки дебетовой картой Тинькофф Блэк, с помощью которой можно получать кэшбэк за все. Кэшбэк возвращается на карту настоящими рублями. Так можно экономить на каждой покупке. До 15% в выбранных категориях. И до 30% за покупки по спецпредложениям, которые можно найти в приложении банка. В Тинькофф кэшбэк начисляется каждый месяц. Круглосуточная служба поддержки без перерывов и выходных готова решить любую возникшую проблему прямо в приложении или по телефону. Оформляйте карту Тинькофф Блэк по ссылочке в описании, чтобы получать кэшбэк за все и экономить на каждой покупке. Масляный крем 5 минутка. Здесь важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. В чашу миксера отправляю размягченное сливочное масло. Масло должно быть мягким, но не растаявшим. Добавляю сахарную пудру с ванилином. И взбиваю пару минут. Затем вливаю 60 мл молока. И еще 2-3 минуты взбиваю на высокой скорости миксера, пока крем не станет гладким и воздушным. Использую такой крем для украшения тортов и пирожных. Крем отлично держит форму, вкусный, а главное, очень просто готовится. А теперь мой любимый крем, творожный. Твороб беру обычно 9%, хотя на самом деле можно взять любой. Добавляю сахарную пудру и взбиваю блендером до однородного состояния. Вот такая творожная паста должна получиться. Если нет блендера, творог можно просто через сито перетереть. Взбиваю в миксере размягченное сливочное масло с сахарной пудрой. Оно должно слегка увеличиться в объеме и немного побелеть. Добавляю взбитое масло к творожной массе и перемешиваю лопаточкой. Все, крем готов. Его я тоже использую для украшения, но он подойдет и для начинки. Нежный, кисло-сладенький, с ванильным ароматом. Очень вкусный крем. И готовится на раз, два, три. Заварной крем. В кастрюле соединяю 200 г сахара, 2 ст. л. без горки муки и половину ст. л. крахмала. Перемешиваю все сухие ингредиенты. Добавляю 2 яйца и примерно 100 мл теплого молока. Взбиваю все венчиком, чтобы не осталось комочков. Сюда же ванилинки аромата. Оставшееся молоко я хорошо нагрела. Оно практически закипело. Аккуратно частями вливаю в кастрюлю и перемешиваю быстро венчиком. Теперь ставлю кастрюлю на средний огонь. Постоянно перемешиваю. Когда крем уже хорошо загустел и вот так начинает булькать, снимаю с огня. Накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы сверху не образовалась корочка. И оставляю так до полного остывания. В миску выкладываю 180 г размягченного сливочного масла. Взбиваю его миксером пару минут. Затем частями добавляю остывшую заварную основу. И продолжаю взбивать. Все. Заварной крем готов. Что делать, если крем расслоился? Обычно такое бывает, если ингредиенты разной температуры. Например, заварная основа еще теплая, а масло из холодильника. Получается вот так. Совсем не аппетитно. Но все можно исправить. Ставлю миску с кремом в емкость с очень горячей водой. И продолжаю взбивать. Пару минут и все. Крем гладенький и вкусный. Смотрите, какая разница. Еще один заварной крем с яблочным соком. В кастрюлю с толстым дном отправляю 150 граммов сгущенного молока. Теперь вливаю 100 миллилитров яблочного сока и сок половинки лимона. Это примерно 30-35 миллилитров. Перемешиваю венчиком. Теперь сюда же одно яйцо и две столовые ложки муки. Это примерно 50 граммов. Снова хорошенько перемешиваю, чтобы не осталось комочков. И включаю плиту. Нагреваю смесь, постоянно помешивая. И когда хорошо загустеет, вот так, снимаю с огня. Еще минутку перемешиваю, чтобы не образовалось комочков. Накрываю пищевой пленкой в контакт. И даю крему остыть до комнатной температуры. В емкость для взбивания выкладываю 130 граммов размягченного сливочного масла. И взбиваю его пару минут. Теперь частями добавляю остывшую заварную основу. И продолжаю взбивать. Еще ложечку. И еще. Все. Крем получается вот такой воздушный и густой. Коржи для торта, кстати, можно пропитать обычным яблочным соком. Добавив для аромата ложечку коньяка. Смотрите, какой крем получился. Сверху тортик обмазываю тем же кремом. Ну и украшаю ягодками. И снова заварной. Но теперь со сливками. Его я готовлю для тортов, где много тонких коржей. Такие как Спартак или Наполеон. В кастрюлю отправляю 2 яйца, 150 граммов сахара и ванилин. Перемешиваю венчиком. Теперь 3 столовые ложки с горкой крахмала. У меня кукурузный. Затем вливаю 500 миллилитров теплого молока. Включаю огонь и при постоянном помешивании варю до загустения. Как только закипело, 1-2 минутки и снимаю с огня. Перекладываю в миску. Накрываю пищевой пленкой от контакта. И даю остыть до комнатной температуры. Остывший крем немного взбиваю. И добавляю размягченное сливочное масло, 100 граммов. В отдельной емкости взбиваю холодные 33% сливки. И аккуратно частями вмешиваю их в крем с помощью лопаточки. Все. Можно собирать торт. Есть у меня еще один рецепт заварного крема, который почему-то многие раскритиковали. Да, выглядит он не очень аппетитно, но для постного Наполеона идеально подходит. В миске соединяю 2 столовые ложки с горкой муки и 2 столовые ложки крахмала. Крахмал любой подойдет. У меня картофельный. Сюда же ванилин для аромата. Постепенно вливаю стакан воды. Перемешиваю венчиком, чтобы не осталось комочков. В кастрюлю отправляю еще 2,5 стакана воды. Добавляю стакан сахара и щепотку соли. Перемешиваю. Довожу до кипения. И в получившийся сироп вливаю смесь воды с мукой и крахмалом. Вместо воды можно взять кокосовое или овсяное молоко. Или фруктовый сок. Но и так вкусно. Смесь быстро выстеет. Варю еще секунд 30. И снимаю с огня. Накрываю пленкой и даю крему немного остыть. Все. Собираю тортик. Здесь у меня постный наполел. Крем можно приготовить и из остатка в варенье. У меня осталось повидло из яблок и слив. Выкладываю в кастрюлю. Желательно с толстым дном. И нагреваю. Варенье, конечно, можно взять любое. Если варенье кусочками, измельчаю с помощью блендера, чтобы получилась однородная масса. Когда варенье уже немного прогрелось, добавляю какао-порошок. И перемешиваю, чтобы не осталось комочков. Какао беру из расчета 10 граммов на каждые 100 граммов варенья. Нагреваю практически до кипения, но кипятить не нужно. Отставляю, накрываю пленкой и даю немного остыть. Теперь добавляю сливочное масло. Из расчета 20 граммов на 100 граммов варенья. Перемешиваю. Можно сразу нанести на коржи. А можно разложить по баночкам и использовать как пасту для бутербродов. Можно добавить измельченные орешки и получится что-то типа нутеллы, которые так любят наши дети. А если исключить сливочное масло, добавить в варенье несколько ложек манной крупы и довести смесь до кипения, получится очень вкусный крем для постных тортов. Крем с вареной сгущёнкой. Его очень любят мои дети. И не только дети. Да. Любые коржи можно взять. С этим кремом всё вкусно. Две столовые ложки сметаны. Я беру 20%. 150 граммов размягченного сливочного масла. И банка вареной сгущёнки. Взбиваю миксером до однородности. Ммм. Самый лучший крем. Тут и коржи не нужны. Да, можно так есть. Лимонный крем. Здесь мне понадобится два лимона. Снимаю с них цедру и отжимаю сок. Сока получается примерно 100 миллилитров. Поливаю сок в сковороду или в кастрюлю с толстым дном. Косточки я, конечно же, все убрала. Добавляю 160 граммов сахара, 4 яичных желтка, 60 граммов сливочного масла и 2 столовые ложки любого крахмала. Сюда же отправляю всю цедру. Перемешиваю и на среднем огне довожу до загустения. Перемешиваю постоянно. Когда закипит, даю побулькать примерно минутку и снимаю с огня. Накрываю пищевой пленкой и даю крему полностью остыть. Это очень вкусно. Творожный крем с кокосовой стружкой и со сливками. На водяной бане нужно растопить плитку белого шоколада, 100 граммов. Я взяла пористый, но можно любой, главное белый. Добавляю 2-3 столовые ложки сливок. И когда шоколад полностью растворится, его нужно остудить до комнатной температуры. В отдельной миске соединяю 200 граммов сливочного сыра и 160 граммов сметаны. Лучше это делать миксером. Можно использовать любой мягкий творожный сыр. Обычно он продается в пластиковых коробочках. Когда сыр со сметаной соединились, добавляю остывший, но еще мягкий шоколад. Сюда же 40 граммов кокосовой стружки и 50 граммов сахарной пудры. Теперь сливки. Выливаю 300 миллилитров холодных 33% сливок в холодную миску. И на небольших оборотах миксера начинаю взбивать. Сливки с меньшим процентом жирности не подойдут, их просто не получится взбить. Взбитые сливки понемногу добавляю в крем и аккуратно перемешиваю ложкой в одну сторону. Все. Осталось собрать тортик. И еще один вкусный крем. Карамельный. На сковороду с толстым дном понемногу насыпаю сахар. Туда, где он подплавился, добавляю еще. Тут главное сахар не перемешивать, чтобы не получилось комочков. Просто как бы придавливаю его лопаточкой. Лопаточку всегда использую деревянную. Когда сахар уже практически весь расплавился, аккуратно перемешиваю. Важно сахар не спалить, иначе крем будет горьким. Сахара беру 180 граммов. Теперь вливаю горячие сливки 200 миллилитров. И снова быстро перемешиваю. Отключаю огонь. Добавляю щепотку соли. И 50-60 граммов кокосовой стружки. Перемешиваю. Все. Можно собирать тортик. Напишите, какой рецепт вам понравился больше всего. И не забудьте заглянуть на мой канал в следующее воскресенье. Ведь впереди еще много всего интересного. Продолжение следует... Продолжение следует...